Галина Семёнова – руководитель Белоярского центра санитарно-эпидемиологического сервиса. На сегодня это единственная в районе организация, которая вот уже 16 лет занимается такой специфической деятельностью. В штате три дезинфектора. В эти дни они истребляют грызунов, во дворах многоквартирных домов, вблизи мусорных баков, на улице города и в лесопарковых зонах. Эта работа продлится до конца августа. Обработанная площадь превысит 40 гектаров. Методов уничтожения вредителей, соседствующих с нами, много. Это ультразвук, всевозможные ловушки для грызунов, сила тока и другие. Местные дезинфекторы используют отравленные приманки. Они сравнительно недорогие и эффективные. Выглядят вот так в виде конфет. Ежегодно в нашем районе на борьбу с крысами и мышами уходит в среднем до 300 килограммов такого лакомства. Один отравленный грызун в течение недели ликвидирует всю колонию. Правда, к ядам серое племя довольно быстро адаптируется. Поэтому специалисты регулярно обновляют инсектицидные средства. Постоянно они занимаются и профилактикой. Это же не только как истребительная, но и профилактическая работа. Вот, например, детские сады, дошкольные учреждения, школы. Там проводятся ежемесячно эти работы. Даже если нет грызунов, все равно мы работу проводим, чтобы они не появились. По части истребления вредителей местные дезинфекторы работают с организациями, индивидуальными предпринимателями. В квартирах грызунов они не травят. Это делают сами жильцы. Специалисты рекомендуют использовать дома ловушки, а еще лучше – живые мышеловки, то есть усатых-полосатых. Сегодня, кстати, Всемирный день кошек. Напоследок добавим, что если у вас завелись нежеланные гости, вы можете подать письменное заявление в управляющую компанию, и дезинфекторы обработают места общего пользования – подъезды и подвалы дома. Александр Плескач, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.